Блокчейн-технология появилась достаточно давно и на фоне развития криптовалют и ICO это действительно был такой большой хайф. Сегодня мы видим, что ажиотаж вокруг блокчейна немножко спал с одной стороны, с другой стороны мы видим продолжающийся интерес инвесторов, увеличение объемов инвестиций, в два раза увеличивается объем инвестиций в отрасль. Это говорит о том, что действительно и инвесторы и бизнес видят в этом большое применение. Если говорить об областях, то блокчейн применим не только безусловно в финансах, это и логистика, это и медицина, это и государственное управление. Технологии активно развиваются, мы видим очень много на самом деле уже решений, порядка 20 технологических платформ было разработано, регуляторы порядка 40 стран проводят всевозможные эксперименты с использованием технологии распределенный реестр, но пока мы видим, что промышленных внедрений на самом деле не так много. С чем это связано? Если говорить о внедрении, то здесь важно комплексно подходить к этой задаче и технологии это лишь часть этого подхода. Безусловно, очень важно понимать, каким образом будет обеспечена просто информационная безопасность. Действительно ли решение блокчейн, решение технологическое на распределенных реестрах позволяет решать задачи бизнес-кейсов. То есть очень важно поменять применимость этой технологии, которая действительно в бизнесе дает определенный эффект. Но и немаловажным является, так как все-таки технология распределенного реестра подразумевает децентрализованное взаимодействие, то это вопрос регулирования отношений между участниками. То есть четыре такие большие составляющие, которые, по сути, определяют комплексный подход и определяют успех внедрения в промышленную эксплуатацию. Мы на площадке ассоциации совместно с участниками финансового рынка, совместно с регулятором чуть больше двух лет назад сформулировали задачи, поставили требования к подобной платформе. Она должна была соответствовать требованиям системам, в которых могут происходить финансовые операции. И в настоящий момент мы можем говорить о том, что платформа MasterChain готова к промышленной эксплуатации. Платформа включает в себя гостовую криптографию, то есть российский стандарт шифрования. Буквально сегодня, по факту, мы получили положительное заключение от ФСБ по сертификации встраивания СКЗ и MasterChain. Платформа MasterChain зарегистрирована как программное обеспечение, оформлено ряд патентов. Помимо этого, так как мы говорим о применении технологии в области финансов, то, безусловно, очень важной составляющей является идентификация. Благодаря удостоверяющему центру Ассоциации FinTech, все участники, которые находятся в сети MasterChain, проходят идентификацию, настроены механизмы мониторинга и обеспечен механизм передачи конфиденциальных сообщений. В нашем сопределении открытые API — это набор технологических протоколов, которые позволяют взаимодействовать разным системам и обмениваться данными. Тема открытых API — это мировой тренд, очень многие страны двигаются в этом направлении. Тема открытого банка, вообще тема открытой экономики — это то, что требует от нас сегодня наше новое поколение — это гибкости, быстрой реакции и открытого взаимодействия. На площадке Ассоциации совместно с участниками мы достаточно глубоко изучили международный опыт, в особенности достаточно успешный опыт Великобритании, наверное, та страна, которая после внедрения, утверждения здоровья платежной директивы с 1 января 2018 года запустила открытые API. Сегодня там в 9 банках, которые были обязаны открыть API, это функционирует. Помимо этого к 9 банкам примкнули еще порядка 40 банков, которые также стали пользоваться стандартами и открыли возможности для взаимодействия с Винтеховой. Изучив международный опыт, мы совместно подготовили концепцию внедрения открытых API на российском рынке. Три основных положения, которые очень важно подчеркнуть в этой концепции. В первую очередь, это, безусловно, необходимость прямого согласия клиента по передаче данных. У нас в стране развивается такой важный проект, как цифровой профиль совместно с правительством и, соответственно, вопрос цифрового согласия и управления и контроля, механизмов, которые мы даем клиентам для управления и контроля над своими данными, он активно сейчас обсуждается и разрабатывается. Второе важное положение – это наличие стандартов. Как мы сказали, открытые API – это технологические протоколы, поэтому речь идет о технических стандартах. Стандарты, которые прокрывают, с одной стороны, это немаловажная история, это стандарты информационной безопасности, обеспечение безопасности передачи данных. С другой стороны, это стандарты модели данных. То есть, это непосредственно, каким образом могут происходить запросы между финтехами или стартапами, неважно, там, те или финансовыми решениями, и банком относительно конкретных совершенно функций. Например, информация о доступе к счете, информация о продуктах, о клиентах, платежной API и так далее. И третье важное положение концепции – это необходимость аккредитации потребителей API, будь то это финтех-компания или какая-то другая компания, в том числе банк, которая будет пользоваться этими данными. В третьих, основные положения позволят нам выстроить систему достаточно гибкой, удобной для использования, и, что немаловажно, позволит снизить издержки для банков по интеграции и сократить время, в том числе на интеграцию, а значит, предоставление новых сервисов и услугах для своих клиентов. Это аппи, связанные с доступом к информации по счету и платежной API. По сути своей, эти API позволяют безопасно создавать для клиента такие новые решения, как управление личными финансами. В одном окне, благодаря интеграции с многими банками, вы можете управлять своими расходами, увидеть затраты по всем счетам во всех банках или иницировать платеж, например, из одного приложения, независимо от того, в каких банках у вас открыты счета. Инновации, безусловно, это огромный риск, потому что очень многое неизвестно. Можно создавать свой путь, но, наверное, правильно будет изучить, в том числе, успех и какие-то ошибки, наверное, наших коллег. И мы движемся именно таким образом, то есть мы изучаем активно опыт. Сегодня, кстати, здесь мы подписали меморандум Ассоциации финансовых данных. Это международная ассоциация, как раз объединяющая международные финтехи. Основная миссия этой ассоциации – это как раз продвижение открытого банкинга в мире. Общаясь с коллегами, изучая их опыт, стараемся брать лучшее что-то для себя. Безусловно, используем те наработки, адаптируем решения для нашего рынка. Продолжение следует...